всем привет друзья доброго солнечного дня вам передаю привет из нашей южной столицы потрясающая погода плюс 30 куча народа на пляже толпы туристов ну куда еще ехать сейчас особо все по закрыто кто-то ломанулся в грузию стоят по 20 часов на кмп так себе да вообще странное удовольствие на мой взгляд есть вот самолетами кто-то боится летать сейчас говорят там детали нет еще чего-то но на самом деле я думаю не обслуженную технику не стали бы запускать на рейс короче в сочи прилетают десятки рейсов в день и все в полном порядке сейчас вот на ленина выехал мимо же до вокзала ела стою в пробочке решил записать вам такое информационное видео по невижимости сочи что в целом происходит на рынке какие тенденции что покупать что продавать как говорится да чтобы понимали за какую сумму можно войти над рынок вообще что происходит общую так сказать картину сформировать итак друзья начнем начнем с того что сейчас на рынке небольшое затишье то есть нельзя сказать что сделок нет так далее сделки есть продаются но продаются реально меньше гораздо меньше чем чем это было там три четыре там пять месяцев назад сейчас такое знаете летнее затишье это еще обусловлено конечно спецоперации в любом случае люди немножко так затихарились но скажу так у кого есть деньги и у кого стоит острый вопрос их вложения или же наоборот не вложения покупки недвижимости для себя они покупают то есть как правило в такой период многие готовы идти на демпинг и те люди которые приобретают недвижимость в этот момент они как правило выиграют выиграют за счет того что цена цена может быть ниже значительно ниже чем это было еще там допустим полгода год назад на некоторые позиции я не говорю что это рыночная тенденция нет это исключительно там 1 2 там 5 квартир в комплексе максимум вот поэтому поэтому те кто те у кого есть деньги они просто берут и покупают и скупают все что плохо лежит как говорится вот те у кого денег нет но их и у них их и тогда не было поэтому чего не говорить вот те у кого есть деньги у кого стоит острый вопрос приобретения невижимости для себя они тоже берут и покупают невижимость да сейчас есть возможность подождать что кто-то демпинганет и в итоге в итоге купит вы сможете купить по более низкой стоимости да есть такая вероятность но опять же это не все сто процентов клиентов это сделают как правило люди покупают по рыночной или чуть ниже рыночной стоимости вот теперь немножко расскажу что у нас фазешками вот немного и часто спрашивают про то ваш там почему фазешки не стоит приобретать сейчас так далее друзья все очень просто вот есть как бы ситуация по рынку есть рыночная стоимость объекта есть стоимость объекта выше рыночной есть стоимость объекта ниже рыночной так вот большинство сейчас фазешных объектов если брать просто массовый рынок это к сожалению объекты по супер завышенным ценам и покупать их это ну расписаться собственно неадекватности вот поэтому я и большинство моих коллег среди которых тоже есть нормальные люди нормальные риэлтор которые там не кидают никого там да которые следят за рынком и объективно оценивают картину не бегают там где комиссии больше и так далее да а дают четко консультацию если говорят что объект плохой это город плохой не стоит покупать если объектом у объекта есть какие-то особенности то говорят у объекта есть какие-то особенности и тоже не прям не не рекомендуют покупать вот так делаю я еще некоторые мои коллеги не все так вот если мы говорим про ситуацию с фазешками то получается что вы покупаете фазешные объекты вот сейчас стройку по цене дороже чем готовая которая стоит рядом вас вот на этих людей кто сейчас покупает по 400 500 по 600 тысяч я сейчас не группа работ про парт и потому что парт сейчас уже там по миллиону по полтора по два продают как будто это не за этом с каким-то напылением я не знаю там мебель с напылением золотые унитазы наверно такие деньги должны ставить еще что-то я говорю сейчас про новые стройки которые идут по фазе не будет называть на там ценник 600 700 800 мне несколько людей звонит на этой неделе говорит паш вот у нас есть там там 13 15 миллионов хотим вложиться там ну как что-то нам порекомендуешь но я даю консультацию писать консультации бесплатно телефон на экране вот вот здесь вот звоните пишите всегда рад но они они я ему даю консультацию говорю но это абсурд как бы там дико конкуренция долгая стройка на четыре года нулевой цикл сейчас и скажем так на нулевом цикле уже застройщик зарабатывает просто x3 от вложенных средств на нулевом цикле вот там даже и близко не пахнет ценами какими-то реальными по рынку там просто завышенная цена которая которая просто будет опугивать всех ваших потенциальных покупателей которые будут приобретать вашу вашу недвижимость но на завершающем этапе как как уже вы как инвестор будет продавать они говорят да да все понимают и тем не менее покупают я игру что вот вами движет вот когда вы приобретаете такие объекты что вами движет скажите ну фазе надежно ну друзья я наверное буду не уникален если вам перечислить несколько фазешных строек в сочи до которые являются собой примером или образцом так сказать не не безопасности а наоборот каких-то мошеннических схем фаза трон горизонт горки виктория москва привокзали туапсинский ну и другие это вот семь объектов там уже в семьи объект там на пять тысяч квартиру да вот пожалуйста пять тысяч кинутых дочек вот все по фазе все как вы любите до вас кинули но по закону и вам от этого спокойно ну окей ладно хорошо я не настаиваю просто смысл в том что фазешная стройка тоже не панацея здесь вообще не панацея ничто то есть ты ты можешь как сказать ты можешь если тебя захотят тебя и по закону кинут понимаете это россия друзья к сожалению вот в данный момент это так вот так устроена на ситуация по крайней мере в сфере в сфере градостроительства понимаете и это не дело не в сочи а вообще в принципе закон что дышал как повернут так и вышло как говорится вот поэтому здесь я бы не стал там делать сноскинки там фазе не фазе это дело вовсе не фазе и уж тем более конечно эти объекты там достроились большинстве или достраиваются в данный момент но люди заходили ну как понимаете там в тринадцатом году там двенадцатом году они заходили там не на 10 лет стройку понимаете поэтому можно сказать что это обманутые кинутые дочке конечно получится квартиру но что за люди вообще провоцируют аварию вот конечно они не хотели на 10 лет заходить но тем не менее так вот что касается фазешек тут надеюсь понятно да вот сейчас они достроятся все хорошо люди получат свою квартиру но это прошло там 8-10 лет вы этого хотели когда заходили на объект я думаю что нет теперь перейду к теме того что сейчас представлен на рынке вот на данный момент на данный момент мне люди присылают там предложение по полтора миллиона по миллион восемьсот за студии там разные я вам хочу сказать друзья что вот и говорят ваш это нормальный объект ваш на это можно покупать ваша расскажите про это ведь я вам даю обратную связь для всех сразу чтобы не повторяться просто адресована ко всей аудитории моим клиентам к тем кто только присматривается ко мне еще не обратился ни в коем случае не покупайте объекты дешевле двух с половиной трех миллионов рублей даже на дэп строительства ни в коем случае сейчас дешевле трех миллионов сочи купить что-то нормальное практически невозможно ну самый минимум это два с половиной это самый самый прям минимум это нужно очень выборочно относиться очень выборочно вот и когда мне говорят там я буду выбирать со своими двумя миллионами я говорю ну ты можешь выбирать только между вот этой проблемой и вот этой проблемой понимаете и реально реально нет нормальных объектов в этом бюджете вот два с половиной три уже есть и я вам сейчас немножко как бы забегая вперед дам информацию о двух объектах очень интересных один апартаментный комплекс с ремонтом по цене от трех с половиной миллионов рублей это делает него не вся стоимость проекта то есть как понимаете там я просто сейчас объясню вот есть люди обращаются грязь три с половиной четыре миллиона куда уложить сейчас есть два принципиальных решения этой ситуации и по заработку и для покупки для себя там то есть как угодно первый проект это апартаментный комплекс отель в сочи в центральном сочи там по сути в пяти минутах ездят от центра города ну может как самом центре только не на курортном и не на орджоникидзе да на параллельных улицах я вам расскажу о нем позже чуть-чуть дождитесь пожалуйста информация будет на днях и также также есть еще один проект он в адлере находится находится в чайсо входе оттуда ехать грубо говоря с этим до ленина ехать 10 минут должны вокзала ехать 15 я сам специально доехал до этого места нормальная локация это не там не лазурная долина и дальше не бесслужевка это прям вот грубо говоря сам чайсо вход прям вот рядышком фактически рядом с гостелло вот там есть интересное предложение по цене грубо 160 тысяч за квадратный метр вот не вижу комфорт-класса с бассейнами все в современных тенденциях это очень крутого застройщика который всегда строят качество красиво и дорого вот вокруг там я посмотрел там там будет 8 домов по принципу террасирования они будут расположены на четыре дома будет большой бассейн с подогревом вот тут круглогодичный в принципе это более чем достаточно большой бассейн с территории это и вокруг там найти симпатичные дома очень красивые коттеджи новые такие в стиле хай-тек богатых хороший район вот подъезд по идеально ровной дороге последний метров на 200 это бетонка ровная вот а так асфальт ровно идеально ровно старт проекта ближайшее время пока вот просто анонс делаю для тех кто сейчас написал звонил и для тех кто может быть еще не писал не звонил но кузо располагает такими средствами знаете глобальных денег здесь не заработать то есть это прежде всего сохранение своих денежных средств момент большой волатильности рубля и для меня всегда как бы я это никогда не исключал и всегда об этом говорил открыто что наши денежные знаки они являются ну для меня скажем так не самыми надежными средствами и инструментами для сохранения приложения своей прибыли гораздо лучше там за там золото в слитках или там недвижимость или там мы за там валюта частично то есть что-то диверсификация как должна быть чуть-то того чуть того чуть того бизнес там так далее и люди ну то есть предприниматели люди бизнеса меня прекрасно понимают в этом вопросе потому что я общаюсь со многим количеством клиентов у меня в работе около 2000 вот и все как в один голос говорят сейчас не стоит надеяться на супер крепкий рубль почему потому что это возможно временная акция такая как бы временная ситуация я только рад буду если рубля не будет такой волатильность там 140 и 60 или что 40 и 50 до в три раза там укрепление в 3 распадения то есть вот таких моментов но не от нас зависит мы тут люди немножко условно подневольные поэтому для меня лучше если я точно буду знать что вот у меня несколько активов грубо говоря там себя в городе в бизнесе в валюте золоте в медвижке и так далее и вот для этих людей я в первую очередь говорю конечно там все это подрастет то есть вы сможете хорошенечко заработать первый вариант в центральном случае это апарты с ремонтом с управлением управляющей компанией будет иностранная то есть это мировой отельер который работает на рынке россии уже более десяти лет на сетевых отелях нюансы чуть позже расскажу просто имейте ввиду что есть за три с половиной четыре миллиона и в сочи классный вариант группа для отельеров с ремонтом да и также есть в адлере там комфорт класс там за три с половиной четыре можно купить уже себе студию квартиру вот с бассейном с хорошим видом на такие на холмы на соседние дорогие дома дома там реально дорогие по 40 50 миллионов приятное соседство вот такая информация по рынку об этих и других объектах информация будет чуть позже как только мы получим окончательный рендер проекты я вам их обязательно озвучу так же у нас есть предложение в догомысе уже в готовом доме дом построен но имеет имеется пока документы на руках о незавершенном строительстве это да винчи первая береговая линия одна квартира 5 миллионов рублей последний лот если кому-то интересно пишите звоните рендер тоже отправлю это первый береговая тоже с управлением ориентировочно срок сдачи конец этого года то есть но выходить можно заместиться раньше вот тут там прям такая быстрая ярко хорошая инвестиции на этом все дорогие друзья всем удачи хорошего настроения побольше денег и здоровья вам и вашим близким не помните главное правило только вместе а